Продолжение первоуральских гастролей народного контроля в меру сил подсобившего местной полиции в борьбе с торговцами паленой водкой случилось накануне также с оглядкой на интерактивную карту нарушений на сайте общественников. Малопочетное второе место в рейтинге наиболее доставших мирное население барыг занял продуктовый лавас по адресу Емлина 12А. Адрес этот народным контролерам знаком не только понаслышке и виртуально, они физически, весомо, грубозримо здесь бывали и ставили в строй попутавших берега торгашей индивидуальной предпринималки Кислицыной. Помнится, в сентябре 2022 года мы рассказывали о том, как этот притон хлопнули с продажи спирта в фунфыриках, контрафактного курева и самодельной водки. Тогда активность барыжья здесь несколько поутихла, но постепенно все вернулось на круги своя. И снова гражданам, в чей дом встроен этот рассадник, надоела алкашня, которая ломится сюда за травой в круглосуточном режиме. Снова вывезти этот магазин на чистую воду оказалось очень просто. Для того, чтобы за дело взялась полиция, добровольцы учинили контрольную закупку. Спокойненько купили весь джентльменский набор – сигареты без акцизных марок, бутылку паленой водки и в придачу пару фунфурей и спирта. Естественным образом в магазине сразу же образовались первоуральские полицейские и весь левый товар описали и изъяли. Оформили злодейство, за которое торгашам придется теперь раскошелиться на сумму штрафа, которая нынче уже совсем не смешная. Сотрудники полиции города Пероуральска в очередной раз вышли на охоту с паленой водкой и сомнительным алкоголем. Сегодня первым местом стал магазин на ЕМИН-12А, который уже не раз попадал в пользование правоохранителя. К сожалению, в Пероуральске опять вернулась паленая водка, в которой, в принципе, выживали очень много времени. И магазины и киоски стали торговать вот такой алкогольной продукцией. Сегодня здесь обнаружено более 20 литров данной продукции, которая сотрудниками полиции изъята.